На прошлой неделе на нашем телеканале выходил сюжет про безнадзорных собак, которые несут угрозу горожанам. Но кто виноват в том, что на улицах города столько животных? Могут ли брошенные питомцы обрести новый дом и любящего хозяина? Ответы на эти вопросы искала наша съемочная группа. Совсем рядом с городской свалкой стоит радостный собачий лай. При виде своих друзей-волонтеров собачата, как ласково их называет хозяин частного приюта для животных Сергей Шевелев, пытаются перелаять соседей, чтобы первыми получить теплое объятие и угощение. То, что призвание Сергея помогать тем, для кого эта помощь жизненно необходима, он понял более 20 лет назад. Тогда он приютил сначала одну, потом вторую собаку и уже не смог изменить зову своего сердца. Сейчас он хозяин частного приюта, обустройство которого стало возможным благодаря всесторонней помощи. Землю официально предоставили под фермерское хозяйство. Заборы будки построены благодаря постоянным пожертвованиям благодетелей и, конечно, волонтеров. Основную всю организаторскую работу волонтеры как на себя взяли по приюту. Я больше по хозяйству здесь покормить, убрать, позаниматься с собаками, где-то что-то определиться, улучшить условия для проживания собак. Ну а помогают во всем этом в реализации люди. Ну и постоянно и люди от себя привозят, где вкусняшки, где-то подстилки. Ну, таким образом как бы. Все жители приюта привиты и стерилизованы. Помогают в этом государственный пункт временного содержания животных и частные ветеринары. Учреждения города предоставляют пищевые отходы, неравнодушные жители одеяла и подстилки. Власти и организации города, они идут навстречу, где-то сочувствуют животным, где-то помочь именно хозяйственной деятельности, как бы, ну, помогают. Но и этого было бы мало, если бы не помощь волонтеров, которые круглый год не менее трех раз в неделю приезжают в приют подарить свое тепло его обитателям. Чинячий вольерчик недавно построен, подарен в приюту спонсорам нашим постоянным. Были закуплены половины материалов, стройматериалов и оплачены работы. Домик целиком с теплителем отделом и пол также носил бутеплитель. Дел всегда много. Убрать снег, накормить, обновить подстилки, починить будки. Всего и не перечислишь. А ведь кроме этого у каждого своя семья и работа. В пользу случаях хочется обратиться к жителям города, владельцам животных домашних, чтобы берегли, заботились о питомцах своих, стилилизовали. Бесконтрольное разведение приводит к бездомности животных. Многие агрессивно к нам относятся, что мы стали пропагандировать эту стерилизацию. Мы противники самовыгула. Мы стараемся, мы подняли эту тему, ну что делать, хотя бы кто-то должен об этом говорить. Кроме того, волонтеры ведут группу ВКонтакте, где публикуют объявления о находке или потере животных, где просят срочной помощи для передержки или сбора денег для нуждающихся в операции животных. С помощью нашей группы мы кастрировали и стерилизовали более 200 кошек, котов, собак. Получается, с помощью нашей группы пристроено очень много животных. Те, кто потерялись, те, кто бездомные, кого бросили. Наша группа существует благодаря переводам, переводам благодетелей наших, тех, кто переводит еженедельно, некоторые каждый день переводят. Также мы существуем за счет подарков, когда у нас есть пункт приема сбора помощи, также у нас есть зоомаги и еще в одном магазине в Котофее коробы добра, где покупатели могут отложить подарки. Во многих магазинах нашего города установлены специальные коробки для пожертвований и подарков. Алгоритм помощи самый простой. Спасибо. Сделать приятное обитателям приюта не так сложно. Можно зайти в магазин, купить небольшую пачку корма и положить в специальную коробку, откуда корм доставят животным из приюта. Благодаря группе свой дом обрели десятки животных. Одна из ярких историй – нелегкая судьба американского ставтерьера Евы. Нерадивые разводчики продали щенка, а новые хозяева, поняв, что щенок больной, выбросили его на улицу. Неравнодушные люди, нашедшие умирающую собаку, отвезли ее к Сергею в приют. Однако инфекция, которой болела Ева, могла заразить и других обитателей. Поэтому Сергей выхаживал ее дома. А потом уже здоровую и жизнерадостную Еву пристроили в по-настоящему любящую семью. Когда я с ним познакомилась, она весьма была резова. Естественно, она как обычный щенок. Люди сделали свое дело, очень даже неплохо. Они ее восстановили, она не погибла и так далее. Ему можно большое, огромное спасибо сказать, что благодаря им у нас есть такая собака. К сожалению, таких историй со счастливым концом немного. Большинство боится брать взрослое или больное животное, гонится за модой, покупая дорогих породистых собак и кошек в именитых питомниках. Говорят, что дружбу нельзя купить ни за какие деньги. Зато совершенно бесплатно можно завести себе по-настоящему любящего и верного друга с четырьмя лапами и хвостом. Не бойтесь предрассудков и будьте милосерднее. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин